На протяжении всего периода царствования Романовых только четыре русских императора побывали в Париже. Это Петр I, Павел I под именем графа Северного, а также Александр I и Николай II. Первая из этих поездок пришлась на 1717 год. Это было второе большое путешествие Петра I по Европе. Во время этого путешествия он посетил далеко не только Францию, но Франция была очень важной точкой этого вояжа, пожалуй, центром, к которому он стремился. Это путешествие, в отличие от Великого посольства, изучено существенно хуже. А жаль, потому что это достаточно любопытная поездка, потому что Петр в эту поездку входит как человек совершенно иного возраста и совершенно иного статуса. На тот момент ему уже 45 лет, и у него за плечами как, в общем, достаточно победоносная война, так и опыт проведения системных реформ. Кроме того, мне кажется, что этот визит пришелся на очень интересный период в истории двух стран, потому что для Франции это был момент взлета репрезентации власти вообще, а для России это, напротив, был период только начальной стадии разработки вот этой репрезентации властного контекста. Поэтому этот визит кажется мне наиболее значимым для понимания тех заимствований, которые русский конструкт власти, русская концепция власти взяла от Франции. И в этом случае я веду речь не столько о культурном влиянии, конечно же, сколько о заимствовании паттернов церемониальных и заимствований, может быть, практик легитимации власти. Однако прежде чем я расскажу об этом визите, я хотела бы сделать две важные оговорки, которые связаны с общественными русскими представлениями о Петре I и которые, как мне кажется, мешают и оценке его личности, и оценке этого визита. Прежде всего, существует довольно устойчивое представление о том, что Петр был человеком очень спонтанным и был вообще чужд всякой церемонности, всякой церемониальности, если угодно. Традиционно принято говорить о том, что он любил маленькие помещения с низкими потолками, что визиты к нему вовсе не похожи были на аудиенции, а были просто простым посещением и так далее. Вторая позиция заключается в том, что для восприятия русского Петра I очень характерно видение его как человека исключительной динамики, постоянно находится в некотором движении. Востребованным для цитирования в этой связи оказывается дневник секретаря шведского посольства, который посетил Россию в самом конце XVII века. Востребованным для цитирования является дневник секретаря шведского посольства Энгельбрехта Кемпфера, который вместе с посольством в 1683 году посетил Россию и увидел и Петра, и его суправителя, царя Ивана. Посольство было принято в горновитой палате двумя царями, и Кемпфер описывает очень ярко, как Иван сидит, надвинув шапку на глаза, и неподвижно смотрит куда-то вниз, а Петр напротив оказывается очень таким динамичным мальчиком, который вскакивает со своего места до того, как дядьки его поддерживают, бежит к послу и спрашивает его о том, как дела у шведского короля. Вот это абсолютно классическое русское представление о Петре. Человек абсолютно спонтанный, исключительно динамичный, вне какой бы то ни было церемониальной рамки. Если посмотреть на визуальную трактовку образа Петра, то вы увидите абсолютно схожие сюжеты. Для русского искусства XVIII и XIX веков совершенно неактуальным является образ Петра в статике. За исключением, пожалуй, парадного портрета, который является, конечно, особым совершенно жанром, Петр, как правило, представляется в некоторой динамике. То есть это либо всадник, либо монарх-воин. И здесь достаточно вспомнить такие работы, как полотна Танауэра, Каравака и даже пластиков Фалькане, например, и Растрелли. Если мы перейдем в XIX век, то там эти сюжеты еще более очевидны. Даже если Петр предстает в некой статике, если он статичен на изображении, то все равно на полотне есть некоторый элемент, который отвечает за движение. Это либо волна, либо море, либо ветер, который сбивает спутников Петра с ног, но при этом никак не отражается на фигуре императора. Это может быть крылатый ангел, это может быть орел и так далее. То есть Петр почти никогда действительно не изображается статично. Он такое воплощение движения. И вот если следовать за этим предрассудком любимой мысли, что Петр был динамичен, внецеремониален и совершенно не был готов следовать неким традициям и стандартам, и стереотипам поведения, то, читая источники о его пребывании в Париже в 1717 году, можно найти массу сюжетов подобного рода. Например, он активно уклоняется от встреч, которые ему предлагают. Например, в Брюге городской магистрат готовил для Петра большую встречу, но царь даже не сошел на берег. А в Баве епископ готовит для него большой обед, но Петр полностью игнорирует это приглашение. И таких случаев очень много, как в Европе, так и, собственно, во Франции. Однако, если посмотреть чуть более детально, то оказывается, что ситуация вовсе не настолько однопланово может трактоваться. Например, с одной стороны, Петр, конечно, избегал большого количества встреч публичных, связанных с вниманием со стороны народа, но на представительские встречи он практически всегда соглашался. Не менее показательной кажется мне ставка на экстерриториальность, которую можно обнаружить во время этой поездки. Дело в том, что русские послы стремятся устроить для себя и для Петра свое собственное пространство. То есть они останавливаются в отдельных домах или в отдельных дворцах, которые могут занять только они. На роль гостей, на роль хозяев, они, как правило, не соглашаются. И подобного рода ситуации проходят в целом ряде городов. Например, в Брюсселе, в Антверпене или в Амьене. То же самое происходит в Париже, где Петр и посольство вообще живет в так называемом отеле Леди Герр или особняке Леди Герр. То же самое происходит в Марли, где посольство занимает один из павильонов, и в Версале, где они отказываются от помещений Большого дворца и живут в Трианонии. Особенным случаем стал Париж в этом отношении. Дело в том, что еще и до поездки, и во время этой поездки русское посольство предпринимает существенные попытки для того, чтобы договориться с французской стороной относительно места проживания Петра I в Париже. К сожалению, договориться окончательно не удается. Французская сторона энергично приглашает Петра в Лувр и считает, что в Лувре он все-таки в конечном итоге остановится. Русские послы постоянно говорят о том, что нужен отдельный особняк, в котором бы император, еще пока не император-царь, чувствовал бы себя как хозяин. В источниках это проходит как хозяин. Тем не менее, договориться действительно не удается, и Петр приезжает в Париж, в котором ему приготовили апартаменты в Лувре. Но с другой стороны, есть некий второй вариант, этот самый отель Леди Гер, который тоже условно для Петра готов. То, что происходит дальше, очень хорошо описано в прекрасном источнике, который называется «Журнал пребывания Петра Великого в Париже». Он был опубликован в отечественных записках в 1822 году, и очень красочно описано, как Петра привозят в Лувр, как он с полчаса ходит по горницам, рассматривает мебель, всем восхищается, затем говорит, что здесь он не останется, и динамично уходит из этого помещения и требует, чтобы его немедленно привели в отель Леди Гер. Его пытаются уговаривать, говорят о том, что король был бы счастлив, если бы он хотя бы три дня прожил здесь, но Петр не соглашается на это, и за ним бегут, потому что необходимо перенести в отель Леди Геры приготовленные для него вещи и даже обед. Леди Гер, в общем, был не готов на тот момент. Я думаю, что вот это вот желание Петра уклониться от роли почетного гостя и создать пространство, которое исключительно ему принадлежит, оно имеет совершенно конкретную цель. Дело в том, что путем такой манипуляции он выстраивает некоторую дистанцию между собой пространством французской королевской власти, и внутри этой системы начинают работать иные правила. Это становится видно уже на следующий день, когда Петр на правах хозяина начинает принимать высших французских чиновников и прежде всего регента Филиппа Орлеанского. При этом, если вы читаете вот этот журнал «Пребывание Петра в Париже», то вы видите, насколько осознанно он ведет себя и насколько он понимает, что такое церемониал, что такое ритуал, насколько четко он знает, что он должен находиться с правой стороны всегда по отношению к регенту, поскольку он коронованный монарх, а Филипп Орлеанский нет. Петр очень церемониален, это видно по этому тексту, и именно пространство дворца дает ему эту возможность. При этом на протяжении трех дней Петр вообще не покидает Ледегерский дом, только гуляет по саду, при том, что он был человеком динамичным, как мы уже говорили, и любопытным чрезвычайно. И даже Екатерине он пишет о том, что для церемониалу принужден был сидеть дома и ничего еще не видел в течение этих трех дней. Это происходит ровно потому, что он хочет, видимо, отработать весь протокол, весь церемониал, дождаться визита короля, что и происходит. И только после этого Петр начинает выезжать. Выезжать он начинает активно, смотрит, конечно же, арсенал, который находится поблизости от него, и массу других достопримечательностей. Здесь обращает на себя внимание то, что во время этой поездки он посещает огромное количество дворцов парижских, и пригородных в том числе. Это и Лувр, и Тюйри, и Люксембургский дворец, и Минон, и Версаль, и Фонтенбло, и так далее. То есть он смотрит на то, как королевская власть показывает себя внутри этого пространства. Здесь, конечно, личные преференции Петра отходили полностью на второй план, и он был полностью готов соответствовать церемониальной рамке той самой. Я думаю, что эта поездка повлияла на него достаточно серьезно, потому что именно по возвращении из этого второго своего европейского вояжа, из этой французской поездки, Петр значительно свободнее начинает вести себя по отношению к пространству власти, которое он создает. И дворцы, которые он строит, очень энергично. Именно в конце 1710-х годов они потрясающе красивые. Они большие, барочные, очень интересные дворцы. И они не имеют, конечно, никакого уже больше отношения к тому, с чем Петр традиционно ассоциируется в пространственном смысле, а именно с домиками Петра Первого. Я думаю, что эта вторая поездка Петра в Европу, этот его французский вояж, повлиял на него очень сильно как на императора в принципе, так и на то пространство власти, которое он вокруг себя создает. Дело в том, что именно в 1710-е годы, во второй половине этого десятилетия, он очень интенсивно строит. У него большие планы на Петербург, а в следующем десятилетии у него появится даже большой проект московских резиденций. И я думаю, что действительно именно Франция позволила ему увидеть, как можно развивать это пространство. Это больше не домики, которые строятся в северной столице, деревянные простые дома, это большие барочные дворцы. И здесь в качестве примера можно привести очень красивый, увы, не сохранившийся, так называемый Зимний дом Матарнови, третий Зимний дворец Петра Первого, который появляется на том месте, где сейчас находится Эрмитажный театр. Играет музыка.